Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня мы будем говорить о работе Гомельской областной Нотариальной палаты. Присоединяйтесь. Маргарита Анатольевна Жорова, председатель Гомельской областной Нотариальной палаты, заслуженный юрист Республики Беларусь. Родилась в городе Новозыпкове Брянской области РСФСР. Окончила Белорусский государственный университет имени Ленина. Юрист Академии управления при президенте Республики Беларусь. Специалист в области государственного управления. Трудовую деятельность начала рабочий Новозыпковского мясоптицекомбината. Работала статистиком Новозыпковского горкома в ЛКСМ. Государственным нотариусом 1-й Гомельской государственной нотариальной конторы. Консультантом. Заместителем начальника управления юстиции Гомельского областного полкома. С 2002 по 2008 год была членом Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и республиканских референдумов. С 2008 по 2012 год член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. В эти же годы была членом комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту. В декабре 2013 года избрана председателем Гомельской областной нотариальной палаты. На вопросы, которые касаются деятельности нотариусов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Маргарита Анатольевна, здравствуйте. Добрый вечер. Есть такой юридический афоризм в руках нотариуса «Печать общественного доверия». Как оценить уровень доверия граждан? Что вы скажете? Ну, наверное, уровень доверия граждан можно оценить тем, что, несмотря на сегодняшние условия пандемии, люди к нам идут и считают необходимым проконсультироваться у нотариуса, прежде чем сделать какую-то сделку. Обращаются не только по нотариальным вопросам, но и обращаются по семейным вопросам, по жилищным вопросам, потому что как бы ассоциация у них с профессией нотариуса, что это человек, знающий не только нотариат, но и знающий иные другие права, в частности, гражданское право, которым мы пользуемся каждый день в жизни, любой из нас. Поэтому надеюсь, что тот уровень, который был всегда, посещаемость и уважение к нотариату, к нашей профессии, он сохранится и в будущем, потому что нотариусы каждый год становятся более продвинутые, если так можно сказать, в технологиях, более контактные взаимодействия с другими органами, с базами данных. И это, конечно, улучшает для обращения граждан условия. Улучшает диалог, и мне кажется, что с течением времени все чаще идут граждане, и, может быть, даже больше поводов появляется. Даже вот те нововведения, которые были, они говорят о том, что нотариальный акт, который выдает Наталья свидетельство о праве наследства, это документ, который имеет истину до тех пор, пока его никто не оспорит в судебном порядке. То есть как бы дается гарантия, что это сделано юристом, профессиональным и на будущее. Маргарита Анатольевна, вот вы чуть зацепили нововведение 2021 год. И действительно, с 3 января этого года вступили в силу ключевые положения обновленного закона о нотариате. Скажите, пожалуйста, чем были вызваны эти изменения и насколько они значительны? Ну, во-первых, мы живем в современном мире, он меняется, естественно, меняются экономические отношения, а нотариус – это тот человек, который поддерживает гражданский оборот в обществе. И, естественно, то, что меняется в государстве, невозможно пройти мимо стороной нотариуса, он должен участвовать в этом процессе. И все изменения, которые были внесены в закон, они как раз соотносятся к тем изменениям, которые происходят в обществе. Нельзя жить в развивающем обществе и отставать от него, быть свободным. Тем более у нас такая публичная профессия, как называется, мы работаем вроде бы сами, да, вот в самофинансировании и самоуправлении, но мы работаем с гербовой печати и от лица государства, защищаем права граждан. Конечно, эти нововведения и говорили о том, что нужно изменить, практика показала, что уже требует изменить, какие правоотношения нужно вообще убрать из всего этого. И такое есть. Ну да, конечно, все же меняется. Поэтому то, что добавили, улучшает положение граждан, защищает более их интересы и права. Поэтому нововведения, наверное, больше всего коснулись доступности нотариальных услуг, оказания правовой помощи гражданам. Ну и юридическим лицам, конечно. Дорогие друзья, ни одна программа «Диалог» не обходится без нашего видеосюжета. Вместе с нотариусом наш корреспондент отправился на выезд в агрогородок. Внимание на экран. Нотариальная контора Речицкого района находится в центре города, что удобно всем. В конце концов, практически в одном месте можно и юристов посетить, и другие вопросы решить. Семь специалистов действительно высокой квалификации востребованы постоянно. Оставим за скобками вопрос, почему практически все юристы здесь женщины. В конце концов, главное – профессионализм. Тем более, что в этом году у них появились новые функции. Из компетенции уполномоченных должностных лиц сельских советов исключили такие действия, как удостоверение завещаний, согласий и доверенностей. Вместе с тем, наши сельские советы получили право удостоверять доверенности на получение пенсии и пособий в соответствии с гражданским кодексом. Нельзя сказать, что сельское население раньше оставалось вне поля зрения нотариусов. Просто выезжали туда профессиональные юристы только в случае необходимости. Сейчас ситуация изменилась. Нотариусы будут в обязательном порядке посещать сельские населенные пункты в соответствии с графиком, ознакомиться с которым может каждый местный житель. На первый квартал составили так называемый пробный график, исходя из количества нотариальных действий, которые раньше входили в компетенцию местных советов. Потом количество запланированных выездов при необходимости можно будет увеличить. Для того, чтобы наше население могло реализовать свое право на получение нотариальных услуг в полном объеме, предусмотрены выезды нотариусов в агрогородки. Выезды осуществляются в соответствии с графиком. Информация о выездах размещается у нас в средствах массовой информации, на сайте Белорусской нотариальной палаты, а также на информационных стендах конторы и сельских советов. Задача сельских советов – не просто донести информацию до местных жителей, но и создать условия для полноценной работы нотариусов. Юристы, хотя и приезжают с личными ноутбуками, на которых вся необходимая база, однако дополнительная техническая поддержка явно не помешает. Кроме того, юристам обычно помогает кто-то из работников совета. Оборудовали комнату, предназначенная имеется для работы нотариуса. Предоставили принтер, необходимая другая техника, чтобы люди могли приходить и получить квалифицированные нотариальные условия. Население осведомлено. В каждом населенном пункте есть информационные стенды, на которых вывешивается информация о графике приема нотариуса. Во время нашего приезда вместе с нотариусом Еленой Юденковой в агрогородок Пересвятое Реческого района термометр за окном показывал значительно ниже минус 20. Причем практически половина людей пришли без предварительной записи. Кому-то нужно составить доверенность, кому-то вступить во владение имуществом. Причем в некоторых случаях необходимо будет выехать на дом, возможно, в другую деревню. В том же Пересвятовском совете 9 населенных пунктов. Впрочем, юристов этот факт, похоже, не совсем беспокоит. В конце концов, когда с людьми работают профессионалы, проблем никогда не бывает. Я получил полную информацию, исчерпывающую информацию по интересовавшемуся меня вопросу. Мне Елена Николаевна дала все и на будущее, какие документы мне нужно заготовить, и что еще хорошо, что не надо мне в эти морозы ездить в Речицу. Сразу пришел здесь в деревню и получил все консультации. В общем, все. Очень доволен я, Елена. Все, в общем, хорошо. В эфире «Диалог». Сегодня у нас в гостях председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. Маргарита Анатольевна, ну, посмотрели сюжет, много информации, но, тем не менее, я прошу все-таки его обсудить. Хочу сказать, что я испытала удовольствие. И знаете, не от того, что там Наталья приехала, а от того, что люди были. Ведь, собственно, мы работаем для того, чтобы лучше сделать для людей. И это очень приятно, что остался человек доволен и высказал слова благодарности в адрес Натальи. Но вот это, кстати говоря, нововведение, оно, наверное, более напряженно было для нас в применении норм закона новых. Почему? Потому что то, что отработано в нотариальной деятельности, уже как бы можно подучить, подправить, соединить, подучить так, чтобы по-новому делать. А вот здесь надо организовать. Надо не пропустить ни один выезд. Надо обслужить всех, кто хочет быть обслужен. Тем более, раньше сельский совет делал это самостоятельно, и человек мог прийти в любое время. Поэтому, конечно, вот здесь огромная важность именно в том, чтобы правильно организовать, довести информацию, вовремя приехать, обеспечить необходимой техникой. Но спасибо, вот наша Белорусская Нотариальная Палата сейчас работает над тем, чтобы можно было дополнительную технику передать, разрешить нам передать в сельские советы, которые у нас есть. Либо решить проблему другим образом, то есть обеспечить нотариусов ноутбуками какими-то, принтерами. То есть все для того, чтобы обслуживание было качественным. Именно качественным. Получается, что работы у нотариусов добавилось. Добавилось, конечно. Причем прилично. Но должна отметить, что у нас очень хорошее взаимодействие с органами местной исполнительной власти. Вот почти везде в районах, я бы сказала, что не было отторжения такого вот этого действия. И все почти районные исполнительные комитеты, сельские советы, все сказали, при необходимости едет информационная группа. Или кто-то там выезжает, специалисты других органов власти всегда приглашают нотариусов. То есть вот тут, наверное, тот самый симбиоз властей и конкретного профессионала. И он как раз направлен на то, чтобы помочь людям и сделать это. Это очень хорошо. Но все же я настойчиво спрошу, это необходимо было делать? Да, это необходимо было делать. Востребованы ли услуги нотариуса в сельской местности? Да, конечно. Потому что ведь все, что делали управделами, это то же самое, что делает и нотариус. Единственное, что, конечно, управдела очень загружены своей основной работой. И для них не свойственна эта функция, хотя на них она была возложена. И, конечно, не все имеют юридическое образование. Для чего, собственно, это было сделано? Ну, для того, чтобы не было потом истолковано документальное изложение мысли человека, волеизъявления, неправильно. Например, в завещании. Мы же этому учимся, юристы. Долгое время и нас учат, как излагать. Чтобы не было дополнительных толкований, чтобы права человека сразу были понятны, и волеизъявления его были понятны. Поэтому, наверное, для того, чтобы придать документу хорошую юридическую силу и оказать помощь сельским советам, разгрузить их немножечко, это было сделано для этого. И я думаю, в конечном итоге люди все-таки, проживающие на селе, поймут, что для них услуга нотариуса точно такая же доступная, как и в городе. Вот, кстати, Маргарита Анатольевна, а как эти услуги сказались на стоимости? Абсолютно. У нас, например, тариф, установленный постановления Совета Министров, и тариф, установленный приложением к налоговому кодексу, который действовал раньше, они абсолютно идентичны. То есть разницы практически нет. Но за то, что туда Анатольевск едет, за выезд не берется. То есть оплачивается только сделанная услуга, и все. Подорожания не будет. Вот если, например, вызывают человека на дом, и это не в графике посещения, то это совсем другое. Тут у нас как бы тариф еще и за выезд есть, за подготовку проектов. А то, что касается работы с населением по графику, по записи, практически не изменились, остались на прежнем уровне. Спасибо за ответ, уважаемые телезрители. Если я хочу обратиться к вам, 340-043, номер телефона в студии, пожалуйста, звоните. Также вы можете задать свои вопросы в Вайбер, номер вы видите на экранах. Маргарита Анатольевна, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире не смогла не затронуть работу нотариусов. Это понятно. Как вы выходили из ситуации, и появились ли новые формы работы? Возможно, где-то онлайн какие-то консультации? Пожалуйста. Ну, во-первых, Натальевс не может отказать в совершении нотариального действия только потому, что к нему пришел больной человек. Все равно нужно работать. Это раз. Во-вторых, надо и себя тоже обезопасить. И человеку другого не поставить в такие же условия невозможные, чтобы люди от нас уходили недовольные и заболевшие. Поэтому у нас перестроилась полностью работа. Мы увеличили количество людей, работников конторы, которые регулировали потоки. Предлагали, если надо было подождать, пока погулять на улице, чтобы не собирались все в одном помещении. Социальную дистанцию регулировали. Были объявления для людей. Ну, естественно, как и в любом другом учреждении, антисептики, маски, все. Дистанцию соблюдали. Но и для того, чтобы люди... Ну, бывает так, что надо спросить что-то очень простое. Человек приходит в контору и сидит в очереди. Установили консультации по телефону, по Вайберу. Можно было по Скайпу. Мы об этом объясняли. Можно было звонить в любое время. И консультировали бесплатно несколько месяцев, потому что мы понимали, что людям надо знать о пандемии не пускают. В том числе и медицинских работников, которые не могли выйти с тех вот условий тяжелых, в которых они оказались. Поэтому предпринимали все возможные методы, способы. И, естественно, нотариусы и выезжали на дом в такую ситуацию, но они были обеспечены костюмами, масками, перчатками для того, чтобы сделать то, что необходимо для человека. Вот за этот период, кстати говоря, учитывая все мероприятия, которые мы проводили, почти около 7 тысяч консультаций было дано нотариусами. В Гомельской области? Да, в Гомельской области. Поэтому в основном, наверное, это были телефонные, скайп и вайбер. Маргарита Анатольевна, вы упомянули практику работы с медиками, которые оказались в сложной ситуации. И наверняка им тоже необходимо было какие-то сделки совершать. Но есть всегда срочные дела. Например, наследство. Вот завтра заканчивается срок принятия наследства, а человек не может выйти, он в этой красной зоне работает. И вы не взыскивали тариф? Нет. У нас Белорусская нотариальная палата приняла приказ и освободила таких медицинских работников, которые работали в красных зонах, освободила от уплаты на нотариальные пошлины, тарифа нотариального. Потому что, ну, наверное, они заслужили такую льготу своим трудом, спасая нас. А вообще для них мы делали всевозможные тоже консультации. Пожалуйста, любой мог обратиться в любое время. На сайте были размещены БНП, размещены телефоны, фамилии, как можно было записаться, можно было отправить электронное обращение. То есть старались сделать все возможное, чтобы люди не нарушили свои права. Ну, а сейчас эта практика продолжается? Продолжается. У нас всегда, у нас уже в этом году пришел приказ о том, что обычные дни консультирования бесплатного, когда мы консультируем абсолютно всех граждан, уже установлены, как правило. Да, кстати, вот об этом есть уже и вопрос в Вайбер. Когда нотариусы планируют бесплатное консультирование граждан в 2021 году, планируется ли ко Дню Победы? Конечно. Мы всегда проводим накануне Дня Победы, к Дню Конституции будет, накануне Дня Победы. Это март, да. 15 марта День Конституции. Затем у нас будет к Дню защиты прав детей, затем у нас будет, соответственно, к Дню знаний, к Дню пожилого человека у нас, к Дню матери. У нас очень много. Это мы еще свои проводим. У нас на базе областной библиотеки мы стараемся, раз в квартал, это публичный национальный центр информации по ЦПИ, и мы там стараемся вместе с такими специалистами, как адвокаты, судьи, нотариусы, собираемся и консультируем всех граждан, которые обращаются по любым вопросам. Об этом дается объявление всегда в газете или в средствах массовой информации. Поэтому услуги, как раз благотворительные, нотариусов, очень доступны. И о них можно узнать не только в СМИ, но и на нашем сайте willnotary.by. Я поняла. Ну, еще раз отвечая, уточняя, да, ответ для нашего телезрителя, Дню Победы. Обязательно будет. Ну, это же не 9 мая. Нет, не 9. Ну, если какой там предварительный рабочий день, может, пятница вот как раз, да, получается. Значит, пятницу будем проводить. Следите, пожалуйста, за информацией, в средствах массовой информации. Я поняла. Скажите, пожалуйста, мы к 9 мая иногда договариваемся с Советом ветеранов и предлагаем свои услуги специалистов. И если есть об этом желающие, мы даже приходим к ветеранам, собирается там сколько-то человек и консультируем. Вот такое бывало тоже. Понятно. Но в эти дни, я еще раз уточню, да, в эти дни бесплатного консультирования может проконсультироваться бесплатно абсолютно любой человек. Ну, если говорить, вот мы, например, Дню Матери говорим, многодетная Матери, но если к нам пришел человек-мужчина и совершенно не многодетный, мы все равно консультируем, мы никого не отправляем. Те, кто зашел в нотариальную контору и попал на прием к нотариусу, будет проконсультирован, несмотря ни на что. Понятен ответ. Но нотариат же работает на самофинансировании. Как вам удается сочетать и помощь людям, и зарабатывание денег? Ну, наверное, все-таки здесь должно быть рациональное использование этих средств, которые мы зарабатываем. Потому что заработать деньги сложно. Это все-таки зависит от того, как к нам приходят люди, какие мы сделки совершаем. А потратить их можно очень быстро. Поэтому, конечно, вот учитывая сегодняшний год и немножко снижение количества обращений, соответственно, снижение поступления финансовых средств, ну, мы включили режим бережливости. То есть делаем только самое необходимое. Соответственно, расходы у нас идут на то, чтобы обеспечить доступность нотариальных услуг в первую очередь. Все остальное, как бы, мы стараемся уже смотреть, что может случиться, непредсказуемо для нас. Но, в принципе, основные средства финансовые тратятся на то, чтобы нотариальные конторы были обеспечены абсолютно всеми необходимыми расходными материалами, техникой. Чтобы техника работала. И, соответственно, любой человек мог прийти в любое время в контору. Маргарита Анатольевна, ну, в начале любого года принято подводить итоги прошедшего. Ну, что мы о 2020-м можем сказать? Тоже, как и все, 2020-й был непростым. Но как сработал нотариат? Очень был непростым. Но вместе с тем почти 154 тысячи нотариальных действий совершено. Конечно, это ниже, чем обычно, и ниже почти на 20 тысяч обращений. Но при всем при том, мы справились. Мы оставили конторы на том уровне, который был в 2019 году. То есть практически все конторы рентабельны, то есть окупают они себя. Ну, наверное, это зависит от того, что в предыдущие годы мы сделали ремонт, и закупили оборудование. То есть мы готовили работу на будущее. Фонд нотариата, который имеется при Белорусской нотариальной палате, он как раз вот для того и формировался, чтобы в экстренных ситуациях поддерживать конторы. Ну, в целом, нагрузка, вы знаете, при всем при том, что снизилось количество действий вообще, нагрузка 100 действий на нотариусов. И нотариусы работают, в общем-то, достаточно серьезно, с серьезной нагрузкой и напряженный труд у них. Ну, может быть, все зависит от того, что они организовывают хорошо свою работу и, соответственно, умеют вовремя все делать. Ведь если откладываешь, тогда груз наваливается. А если все делать своевременно и четко, то, пожалуй, тогда можно справиться с любыми трудностями. Абсолютно точно. Маргарита Анатольевна, ну, принято ли, я знаю, что принято в нотариальной палате отмечать обязательно лучших? Конечно. У нас есть в конце года День юриста. Он первое воскресенье декабря. И уж тут мы, конечно, стараемся уделить внимание каждому, не только отличившемуся, а внесшему хотя бы какой-то небольшой вклад. Но этот вклад был звездочкой. И поэтому к Дню юриста мы пишем ходатайство и в палату нашу высшую, и в Министерстве юстиции просим наградить. Очень много награжденных. Наши местные исполнительные органы награждают наших нотариусов. И надо отдать им должное. Они практически никогда нам не отказывают, когда мы обращаемся. Поэтому союз юристов поощряет нотариусов, потому что они работают в правовом просвещении очень упорно для того, чтобы развить у людей уважение к закону и научить их правильно применять свои права и пользоваться правом. Поэтому очень много награжденных. Маргарита Анатольевна, но, как мне кажется, очень ценная награда – это добрые слова тех людей, которые однажды обратились к нотариусу. Такие бывают. Я хочу сказать, что у нас очень часто пишут благодарности нам. И где-то в среднем 50-55 благодарностей в год. Но вот буквально я сегодня собиралась на передачу, и мне передали благодарность записанную в книгу замечаний. И вы знаете, вот я читала, и думаю, боже, вот все-таки как хорошо читать такие слова. Человек пишет, я настоятельно требую, пишет, наградить нотариуса, и при этом говорит, не устной благодарностью и почетной грамотой, а поездкой на Канарские острова на два человека. Какая прелесть. Вот, знаете, даже приятно было бы сейчас говорить за доброту, за умение, за профессионализм, за четкое исполнение, да и вообще за то, что она красивая женщина. Вот, понимаете, это все так вот написано было от души. Ну, это очень здорово. Замечательные нотариусы работают. Но все же я уточню, это был город или районный центр? Это был город. В том-то и дело, что это в городе, когда, знаете, люди здесь немножко суетливые, и всегда бегом, 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 и очень крайне редко видят хорошее. Потому что оно хорошее. Вы знаете, как счастье, как и здоровье. Если оно есть, так его никто не видит. Да. Точно и так же. А вот плохое, оно заметнее всегда, потому что оно выбивается. Ну, я надеюсь, что в городе тоже кто-то умеет остановиться и увидеть прекрасное. Это очень здорово. Причем, ну, требования, да? Требования наградить. Требования требует. Да, я повторила слова. Ну, скажем, выбивающиеся, правда, интересно. Кстати, Маргарита Анатольевна, есть у нас телефонный звонок 340-043. Этот номер набрал наш телезритель. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня такой вопрос. На меня составлено завещание, в котором указано, что бабушка мне завещает дом 77, квартира 2. Так у него было в паспорте, у меня есть копия паспорта написана, так и составил нотариус. Есть также второй заявитель. Моя тетя, на нее было составлено завещание в 85-м году на долю дома. И нотариус не смог самостоятельно истолковать мне завещание это, потому что как бы нет этого имущества. Понятен ваш вопрос, Анна. Вы знаете, конечно, нотариус осуществляет только те действия, которые бесспорны. Вот в данной ситуации воля бабушки, мы не можем ее правильно истолковать, как она написала. Поэтому, наверное, выход у вас есть. Толкование в судебном порядке. И я думаю, что это абсолютно все нормально разрешится, потому что выяснится по правоустанавливающим документам, потому что было написано в других документах, адрес совпадет с тем, что бабушка писала, и вы получите свое наследство. Но вот это вот как раз те самые ошибки, которые допускаются иногда и непрофессиональными работниками, кто выполняет функции возложенной. Ну и раньше ведь как-то допускалось, и нотариусы работали без образования вначале. Всякое случалось. Поэтому не волнуйтесь, то, что завещано вам, и завещано действительно более была такая изъявлена. Суд истолкует, и вы придете к нотариусу. Даже уже суд напишет, что необходимость, если даже вы спор о праве заявите, то и суд может решить сразу о переходе на следственное имущество вам в собственность. Благодарю, Маргарита Анатольевна. Возможно, еще будут телефонные звонки. 340 043. Дорогие друзья, пожалуйста, звоните на Вайбер. Еще один вопрос. Маргарита Анатольевна, ответьте, пожалуйста, обязательно ли оформлять наследство у нотариуса, если есть только один наследник? Пишет Татьяна. Да, конечно, потому что нотариус – это как раз тот человек, на которого возложены функции по оформлению наследства права. И никто другой не может. Ну, либо это уполномоченное должностное лицо делает. И если вы не переоформите так, и вы не вступили… У нас же есть два способа вступления в наследство – это путем подачи заявления и фактическое принятие. Если вы с наследодателем были прописаны, проживали все время, собственно говоря, вели совместное хозяйство, там есть еще какие-то другие моменты, указанные в законе, то вы фактически приняли, и вы можете жить, поживать и добро наживать в этом и пользоваться этим имуществом. Но что-нибудь сделать с ним вы не сможете, потому что право собственности составляет три момента – право владения, право пользования и право распоряжения. Если вы не оформите свои наследственные права, то вы не сможете им распоряжаться. Вы будете пользоваться, жить, владеть и все. И, ну, допустим, даже абсолютно жизненный вопрос – надо провести газ, надо провести воду. Это может заявить только собственник. И если вы не будете собственником, то есть не оформите наследственные права, то вам будет тяжеловато это сделать. Надо будет все равно все переоформлять. Поэтому в течение шести месяцев со дня смерти нужно обратиться к нотариусу, подать заявление, все сделать своевременно, сделать документы, сложить их куда положено и уже быть собственником и делать то, что вы хотите со своим имуществом. Уверена, Татьяна приняла к сведению. А вместе с ней и другие наши телезрители, дорогие друзья, 340-043, номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, Маргарита Жорова сегодня у нас в гостях. Кстати, Маргарита Анатольевна, вот наследственные вопросы, они занимают лидирующую позицию в топ-3 вопроса, с которыми обращаются обычно в нотариальные конторы? Да, конечно. В основном у нас самое большое количество обращений это связано с наследством. Вот в этом году у нас 12 тысяч наследственных дел заведено. Ежегодно выдается почти от 22 до 25 тысяч свидетельств о праве на наследство. Ну и третий номинант в этой череде – это испанкные надписи. Вот это вот как раз те, которые чаще всего делают у нас люди действия нотариальные. Ну, естественно, и доверенности, согласия. Ну, учитывая пандемию, немножко меньше стало этого всего. Но, как правило, вот это лидеры обращений. А самые редкие причины, по которым приходят к нотариусу? Или, может быть, даже самые удивительные? Самые удивительные? Ну, вот, знаете, наверное, крайне редко приходит устанавливать факт нахождения человека в живых или в данном определенном месте. Вот это редко бывают такие действия. Ну, если говорить из современных, то это, наверное, суррогатное материнство. Крайне редко теперь делается, я считаю, что этому действию надо придавать развитие, ход к развитию – это соглашение о детях, соглашение об алиментах. Зачем идти в сутки? Да, это может сделать нотариус. Поэтому вот это топ-3, которые современные, но еще пока вот суррогатного материнства договор в этом году не заключали вообще. Ну, это немножечко с этикой связано, медицинской и с другой этикой. И люди в своем городе, где живут, стараются не заключать такой договор. Уезжают в другие города. Но вместе с тем у нас есть нотариальная тайна. И нечего бояться этого. То есть договор, заключенный в нотариате, он всегда будет храниться и знать будет только о нем участники данного процесса. Ну, вот, кстати, брачные договоры вы не назвали ни в ряду популярных процедур, ни в ряду непопулярных. Мы растем в брачных договорах и потихонечку идем к той цифре, которую бы, ну, хотелось бы еще увеличить, но это же не шесть договоров, которые были сразу после принятия. В каком году? В 99-м году. Так в 99-м их и не было. Это уже было чуть-чуть попозже, в 2001, в 2002 и в 2003. Ну, шесть договоров на всю область. Это очень мало. Ну, а сейчас? Сейчас уже, да, где-то под 400 в год в области. Да, в области. Маргарита Анатольевна, а как вы оцениваете уровень правовой грамотности населения в Гомельской области? Надо отдать должное нашему населению. Они, наверное, наиболее чаще обращаются к правому просвещению, потому что ходят в культуры и коллективы, публикуются в газетах, пытаются из школы не выходить. То есть там, где учатся дети, обязательно они проводят какие-то образовательные лекции, в институты ходят. Проводят для определенных категорий юридических лиц. Поэтому образование юридическое, оно дает возможность доводить свои знания. Но культура правовая должна развиваться во всем обществе. Каждый должен быть грамотен по правовому плане. Это очень здорово. Молодое поколение нотариусов вливается в ваши ряда? Да, вливаются. Как вы оцениваете их уровень знаний? Очень активные, очень позитивные. Очень креативные такие вот по отношению к развитию технологий. Вообще по взаимоотношениям в коллективе. Вот за последний год, последние года к нам пришло 4 новых молодых нотариуса. Я бы сказала, что это вот люди, в которых прям горит огонь права, азбуки права и желание что-то сделать для детей. Это здорово. А если такая молодежь будет дальше к нам приходить, я думаю, нотариат будет развиваться еще быстрее. Пусть они не растеряют эти искры, пусть всегда горит огонь. Но мне кажется, в каждой профессии молодежь должна быть такой. Это же двигатель всего. Абсолютно точно. Маргарита Анатольевна, нельзя обойти вниманием еще одно сообщение Viber. Говорят, что теперь сделку... Мне кажется, что этот вопрос касается нововведений. Я, наверное, догадалась, что теперь можно сделку сделать в любом месте. Откуда вы знаете? Вы прочитали на экране, наверное. Говорят, что теперь сделку с недвижимостью может удостоверить любой нотариус. Если я живу в Житковичах и имею квартиру в Гомеле, то при оформлении дарственной мне уже не надо в Гомель ехать? Могу обратиться к нотариусу в Житковичу? Можете. Пишет Леонид. И даже не в Житковиче, а хоть в Бобруйск, пожалуйста. Теперь делаются эти сделки. Ну, нет территориальности, как раньше было. Потому что недвижимость – это исключительно была территориальность. И поэтому делали там, где находится недвижимость. Сейчас это можно сделать у любого нотариуса республики. Уважаемый Леонид, даже если вы будете в столице гостить у родственников, и рядом будет нотариальная контура. Тем более, что нотариус теперь имеет возможность запросить и все документы собрать самостоятельно. Пожалуйста, обращайтесь. И минский нотариус сделает это. Маргарита Анатольевна, какие советы вы могли бы дать нашим зрителям, что поможет защитить им свои права и заблаговременно решать вопросы, которые потенциально могут перерасти в конфликт? Ну, конфликт может, в общем-то, развиться из всего, если есть недопонимание. Не только прав своих, но и прав других людей. Потому что, вспомним физику, сообщающуюся о судах. Где-то убыло, где-то прибыло. Но все равно выровняется. Нельзя забрать у одного и отдать другому. То есть, лишая кого-то его прав, нельзя улучшить свои права. Поэтому всегда надо смотреть с точки зрения, что все равны перед законом. Абсолютно каждый должен знать не только свои права, но и свои обязанности. Очень правильно относиться к документам, которые есть. Все приводить, соответственно, в порядок. Свой семейный архив держать в порядке. Ну, можно так назвать, да, держать. Все документы, которые есть, ну, они должны быть четко под надзором. И сохранять их надо так, чтобы всегда представить, сказать, вот у меня есть нотариальный документ дарения от родителей, мне участие дома или квартиры. И это уже бесспорно. Пожалуйста. Есть написано, кто хочет спорить, идите в суд. Не каждый будет решать свои проблемы, зная, что он неправ, идя в суд, платя пошлину, и зная, что он проиграет. При этом судебные издержки все будут возложены на проигравшее лицо. Вот тут уже, знаете, материальный интерес преобладает над меркантильным всегда. Поэтому, наверное, чтобы обеспечить свои права, надо четко соблюдать права других. Это замечательный ответ, Маргарита Анатольевна. Остается у нас буквально полторы минуты, поэтому пожелания нашим зрителям, но в вашем предыдущем высказывании и содержалось пожелание, но все же, возможно, вы еще какое-то напутствие хотите дать. Я просто хочу всем сказать, что, знаете, мы просто не ценим всегда то, что имеем. Вот надо позитивно к жизни относиться. Несмотря ни на что, плохое всегда уходит, а хорошее всегда остается. Поэтому, наверное, верьте, что у каждого из нас хорошая судьба, да, но если говорить, что мы ее сами делаем себе, и старайтесь, чтобы она была как можно дольше хорошей. Делайте для себя хорошее, да и больше вообще хорошего делайте. Спасибо. Маргарита Анатольевна, я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на вопросы телезрителей. Доброго здоровья, крепкого иммунитета и новых добрых дел. Спасибо. Дорогие друзья, вас благодарю за активность в Вайбер и по телефону. Желаю всем доброго здоровья. У нас в гостях сегодня была Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты. Это была программа «Диалог». Всего вам доброго. До свидания.